Добрый день, уважаемые зрители, которые нас смотрят на канале YouTube. Пресс-конференцию в агентстве Интерфакс Украина в Киеве. Я сегодня специально начинаю на русском языке, чтобы нас услышали в России. Сегодня у нас в зале три летчика российских военных служб. Они выполняли боевые задания на территории Украины. Пожалуйста, кто начинает из вас? Криштов Максим Сергеевич, подполковник, заместитель командира 47-го авиационного полка. И далее вы себя представьте сами, пожалуйста. Хочу поздороваться со всеми, пожелать доброго дня. Хочу в начале своего выступления сказать, что мы обратились к руководству вооруженных сил Украины, для того, чтобы нам представили возможность поучаствовать в пресс-конференции, чтобы через средства массовой информации разных стран попробовать и приложить все усилия к скорейшему завершению этого ужасного конфликта. Расскажу о себе. Я подполковник Криштов Максим Сергеевич, заместитель командира 47-го бомбардировочного авиационного полка, личный номер Ф-891-233, войсковая часть 45-117. В январе 2022 года командиром полка, полковником Лобода Алексеем Геннадьевичем, до нас была доведена информация о будущем участии в боевых действиях на территории Украины. После этого на территорию части нашего аэродрома начался подвоз боеприпасов, авиационных средств поражения. Параллельно с этим мы начали тренировки по полетам на предельно малых высотах, по преодолению ПВО, тактическим пускам ракет воздух РЛС. Официально все эти мероприятия проходили. Давайте мы остановимся для перевода. Что у нас с переводом? Окей. Hello. I would like to say hello to everyone and address to the media of Ukraine. I asked the military services of Ukraine the chance to address the media of different countries to do my best to stop the conflict, to stop this conflict as soon as possible. I am the head of the division, of the paratroopers division, Christophe. And I was given the assignment in January to start training to attack Ukraine. And we started trainings on how to avoid military security systems of Ukraine. Официально это проводилось как подготовка и участие в совместном российско-белорусском учении «Союзная решимость-2022». После его завершения, в котором мы не приняли участие, мы продолжали подготовку и тренировки к боевым действиям. Боевое распоряжение о нанесении ударов по территории Украины пришло в часть 23 февраля. Официально это был милитарный тренинг между Россией Федерацией и Беларусь. И мы продолжали все наши милитарные тренинги, уничтоживая милитарные обязательства. Боевое распоряжение было прибыло в полк 23 февраля с 18 до 20.00. Далее командиром полка был поставлен боевой приказ о нанесении ударов по территории Украины, начиная с 24 февраля. Первый свой боевой полет я выполнил 24 февраля 2022 года по поражению живой силы противника южнее населенного пункта Балаклея. Бомбометание выполнял фугасными авиационными бомбами общей массой 3 тонны. Цель была поражена. Второй боевой полет выполнял 3 марта 2022 года. Боевая зарядка была аналогичной 3 тонны фугасных бомб. Целью была колонна бронетехники противника в районе населенного пункта Изюм. Аналогично, цель была поражена. Третий боевой полет выполнял 6 марта 2022 года. На борту было 4 тонны фугасных авиационных бомб. После получения приказа дачи координат в процессе выполнения боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. После бомбометания был сбит средствами ПВО Украины. После приземления был взят в плен военнослужащими Национальной Гвардии Украины. На 6 марта 2022 года я выполнил мою третью задачу. Через этого лета я осознаю, что я буду бомбировать в доме цивилизационных бомб. Я выполнила обязательства. Я был взят в украинских авиационных бомб. Я взял, и я был вопрошен в Национальной Гвардой Украины. Хочу продолжить. Осознаю и признаю чудовищных преступлений, совершенных мною. Хочу попросить прощения у всего украинского народа за ту беду, что мы им принесли. Обещаю приложить все усилия к тому, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. И к тому, чтобы привлекли к ответственности всех виновных в геноциде украинского народа. Также обращаюсь к своим однополчанам. Немедленно прекращайте выполнять преступные приказы. Немедленно прекращайте вести боевые действия. Немедленно прекращайте бомбить мирные города. Считаю, что эту войну мы уже проиграли. У меня все. Разрешите слово, коллеги. Пожалуйста, Головенский Алексей Сергеевич, командир авиационной эскадрильи. Майор. И далее себя. Представьте, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Головенский Алексей Сергеевич. Я майор авиационного полка 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка, который базируется на аэродроме Саки, Автономная Республика Крым. Морская авиация, военно-морского флота. Я майор. Я Алексей Голованский, и я майор авиационного батальона, который находится в Саки. Хотел бы рассказать. Начиная с 23 февраля 2022 года, личному составу полка, там, где я прохожу военную службу, был доведен приказ Верховного командующего Вооружённых сил Российской Федерации о начале операции по вторжению на Украину и дальнейшему её захвату. Так, с 24 числа наш полк уже полностью был приведён в высшую степень боевой готовности, заряжен всеми видами вооружения, авиационных средств поражения и приступил к выполнению боевых вылетов. С 24 февраля по 5 марта лично я выполнил 7 боевых вылетов, целями которых постоянно являлась разведка, выявление радиотехнических средств, радиоизлучающих средств противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины для их дальнейшего подавления и уничтожения. Постоянное, в каждом полёте постоянное ведение визуальной, воздушной, надводной обстановки, как в акватории Чёрного моря, так и в акватории Азовского моря. Авиация Республики Крым, участвующая во вторжении на Украину, также постоянно обеспечивала поддержку с воздуха сухопутных войск при их вторжении на территорию Украины. Моему авиационному полку, где прохожу военную службу, также была доведена задача о планируемом высадке морского десанта с кораблей военно-морского флота на территорию Украины. Мне, как авиации, для обеспечения этой высадки и их поддержки. Наши батальоны были также информированы о милитарном поддержке военно-морского флота на корабле военно-морского моря. Все свои вылеты и вылеты своих однополчан, они выполнялись вполне безопасно, никто ни о чём не переживал, так как нашим руководством было постоянное отвержение, доведение информации, что Украина слаба в противовоздушной обороне, что всё старое, что всё не работает, поэтому летайте, вторгайтесь, ничего не бойтесь. Все наши флоты были совершены безопасно, потому что мы постоянно получили информацию, что мы можем легко инвазировать, все украинские обороны были старыми, и вы можете чувствовать свободно инвазировать и совершить операцию милитарной. В результате чего 5 марта 2022 года, получив очередной преступный приказ по выполнению боевого вылета, я взлетел с аэродром Осакии, и меня направили на территорию за границу, на территорию Украины, именно в Николаевскую область, с целью выявления радиоизлучающих средств ПВО противника для дальнейшего уничтожения, а также постоянного ведения разведки летающих аппаратов на территории Украины. Какие результаты, на 5 марта 2022 года, я взлетел с аэродром Осакии, я был отправлен в территорию Украины, в регион Николаевской области, на территории Украины, в этом боевом вылете, в течение полчаса я осуществлял разведку, ни о чем не подозревая, ни о чем не думая, в результате чего был сбит противовоздушной обороны Украины двумя ракетами, катапультировался и попал в руки людей вооруженных сил Украины. Из этого следует, что меня, мое руководство, просто отправило как наживку на стопроцентную смерть, ничего мне не доведя, и судя по пораженным самолетам ВКС России, об этом не доводилось никому. ПВО на территории Украины работает, работает отлично. Зачем нас посылают, как мясо, непонятно. Обращаясь к украинскому народу, хочу сказать, что я очень сожалею, что оказался на вашей территории, что военнослужащие, такие, как я, участвующие во вторжении и захвате вашей страны, подвергают вас к смертям, к сжиганию городов, к полному хаосу. Я очень раскаиваюсь в выполнении данных вылетов. Очень сожалею, что выполнял преступные приказы. Также очень... Обращаюсь к военнослужащим Российской Федерации. Хотел бы их одуматься, призвать, срочно остановиться. Уже сбили десятки самолетов, десятки вертолетов. Сотни тысяч семей уже остались разрушенными, как на территории Украины, так и на территории России. Поэтому требую, прошу остановиться, их начальников, командиров, одуматься, отвезти войска, прекратить любые виды боевых действий, как на земле, так и в воздухе. Я обращаюсь к военнослужащим Российской Федерации чтобы остановить эту инвазию. Миллионы людей уже умерли, både в Российской Федерации и в Украине. Я обращаюсь к их обязанности чтобы остановить криминальные обязанности, чтобы остановить эту войну так быстро, как возможно, и оставить территорию Украины. Я очень хочу надеяться, что меня многие услышат, что мое обращение дойдет до каждого военнослужащего Российской Федерации. Также хотел заметить, что нахожусь на территории Украины уже семь дней. Со мной обращаются хорошо, хоть и я и военный преступник. Меня не били. Со мной разговаривают даже на русском языке. Как нам преподносят фашизм, анти-Россия, я до сих пор здесь не увидел. Также находясь в госпитале на территории Украины постоянно и днем и ночью слышу воздушные тревоги о ракетной опасности, которые не всегда просто остаются без повода. Слышны взрывы, слышны стрельба, слышно поражение каких-то зданий, но это все происходит именно в городе. То есть ни о каком расположении воинских частей или каких-то инфраструктуры вооруженных сил Украины и речи нет. Получается, что идет... Из этого следует, что по всей территории Украины просто проходит глобальная, неконтролируемая зачистка городов, где продолжают жить, остались мирные жители, народ Украины. Ещё раз хочу обратиться к военнослужащим Российской Федерации. Остановитесь, подумайте. У нас нет причины воевать с народом Украины. I also want to address the civilians and the military men of the Russian Federation. Stop. Think. We have no reason to fight with Ukraine. Спасибо. Thank you. Козлов Алексей Игоревич, штурман авиационной эскадрильи, капитан... И включите микрофон, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Я капитан Козлов Алексей Игоревич, штурман авиационной эскадрильи войсковой части 59882, дислоцирующий на аэродроме Саке, посёлок Новофёдорка. Личный номер М179-647. 23 числа получил приказ от командира части, полученный от Верховного Главнокомандующего, о вторжении на территорию Украины. С 24 числа по 5 марта выполнил 5 боевых вылетов на территорию Украины. Авиационная часть выполняла задача по выявлению вскрытия радиотехнических комплексов разведки и комплексов ПО противника уничтожения. Также вторая задача была авиационной части. Это поддержка сухопутных войск, прикрытие с воздуха, прикрытие от вертолётов, от ракет. Третья задача, которую выполняли, должны были выполнить это прикрытие высадки морского десанта с кораблей Черноморского флота. Данную задачу... Здравствуйте, я капитан Алексей Козлов. Я из Саки дивизии. На 23 февраля я получила ордер вновь Украину. На 24 февраля до 5 марта я провела 5 милитарных боевых и уничтожила милитарных объектов Украины и поддерживала лендинговые тропы. Также я должен дать лендинговые паратруперы в Блэк-си. Данная задача по выске морского десанта так и не была осуществлена. This assignment wasn't fulfilled. 5 марта 2022 года от командира части был получен приказ, прямой приказ выполнить полет на территории Украины с целью выявления комплексов ПО вооруженных сил Украины. On the 5th of March I received the assignment to find out the military objects on the territory of Ukraine с целью их дальнейшего подавления. In order to destroy them further. Полет осуществлялся в Николаевской области 20-50 километров западнее города Николаева. The flight was made to the Николаев region 50 километров from the city of Mykolaiv. Задача была занять зону дежурства производить радиоакционный поиск всех средств комплексов ПО Украины. The assignment was to find out and to figure out all the security комплекс of Ukraine. При выполнении данной задачи были сбиты двумя попаданиями ракет ПО Украины. During this flight I was attacked by two rockets of the Ukrainian military troops. После второго попадания самолет загорелся был в огне командир экипажа принял решение вовремя катапультирование сработало катапульное кресло катапультировались. The plane was in fire and the commander received the assignment to leave the plane. While landing I received the head wound. I was imprisoned by the military services of Ukraine. I was given military assistance and was carried out to the hospital. Our commandment didn't inform me and didn't give us any information about where the Ukrainian military security objects are situated. thus sending us on death. I understand that the radiation of the presence of this object is used as a flight to live . I understood they realized on the places and on the location of the Ukrainian military security systems and they sent us for death. I want to address the Ukrainian people. From all my heart I would like to say sorry to mothers fathers and people of Ukraine for those who lost their children their sons and daughters during the Russian invasion to Ukraine. For those who lost their children their sons and daughters during invasion and understand that it's unforgivable there is no forgiveness for our actions I want to address the military troops of the Russian Federation to the flying troops of the Russian Federation don't fulfill crime commandments of your officers the full name the commandment leads to the destruction of Ukraine to the destruction of civilians and to destruction of people to the death of innocent civilians as soon as we stop this war the death of the innocent people will be stopped каждый день войны уносит тысячи человеческой жизни а человеческая жизнь она бесценна each day takes away thousands of lives and all all lives are valuable искренне прошу искренне перед гражданами Украины прошу прощения I'm very sorry from all my heart за выполнение преступных приказов своего руководства for the fulfillment of the criminal orders of my commandment пожалуйста уточните при бомбежках по Харькову какой это был тип бомб они были управляемые или нет потому что странные попадания именно по мирным объектам и сколько квадратных метров эти бомбы поражали сейчас переводь тут по мирным объектам Харькова применялись авиационные фугасные бомбы свободно падающие калибром 250 и 500 килограмм these were фугасные бомбы радиус поражения 60 метров и теперь просьба к журналистам задавать микрофон можно представляться и передаем микрофон в один вопрос нас очень много один вопрос переводим вопрос когда вы уже поняли что бомбите мирные города но при этом вы все равно выполнили этот приказ была ли у вас возможность этого не делать когда вы понимали что вы уничтожили пищевые цивилизные Украины у вас есть возможность или возможность не делать это ко мне вопрос чудовищность приказов преступных приказов просто ужасает the horror of orders is really is really huge в любом случае не выполнять приказ возможность есть но я проявил слабость молодушие I was weak I fulfilled the assignment слабость молодушие и выполнил этот приказ ужасный приказ this horrible assignment вопрос вы же понимали что вы шли на верную смерть если бы до вас же вы не возвратились то сейчас уже есть случаи когда не раскрываются ваши парашюты ваши коллеги вам помогают на аэродромах даже если вы катапультировались вы знали что вы вы отправились на смерть что ваши парашюты не открываются во время вы 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 уже несколько случаев Бывают различные отказы, и такие ситуации возможны, но никто однозначно не знает, сработает у тебя катапульта или не сработает Майор Головенский, при приемке самолета и при вылете на любой полет У нас нет возможности проверить работоспособность парашютов, кресел, то есть мы даже не знаем об этом Уже есть пять случаев за последних дней, что не раскрылись парашюты, как будто не сработало Нам доводили Уже есть пять случаев, когда парашюты просто не открыли Колин Фрейман из «Дейли Телеграф» в Лондоне Я могу спросить Кристоф о пропозициях на «но-флай-зоне» Украина хочет «Нато-флай-зоне» Или это приведет к большей войне? Украина предлагает закрыть небо и страны НАТО пока отказываются Вы знаете о том, что Украина просит НАТО закрыть небо над нами для того, чтобы была бесполетная зона Ваше мнение как авиационного офицера российского Скажите, пожалуйста, вы думаете это приведет к большей войне, если НАТО закроет небо над Украиной для России? Я считаю, что это будет способствовать быстрейшему и скорейшему завершению этого конфликта Используете ли вы при сброске бомб лазерное наведение? Если нет, то почему? Такая возможность применять корректируемые авиационные бомбы с лазерной системой наведения на нашем самолете есть Но до сих пор мы ее не применяли по причине того, что высшее командование такой задачи нам не ставило То есть уже определено на боевой вылет конкретная боевая зарядка, конкретный самолет, тип, количество боеприпасов Если высшестоящее командование принимает решение о применении управляемых боеприпасов с различными системами наведения Ну, соответственно, мы выполняем Пока были команды и указания, и приказы выполнять полеты только с свободно падающими бомбами Как вы думаете, почему решили воевать с Украиной именно сейчас? Ну, досконально замыслы высшего военно-политического руководства страны мне неизвестны Я военнослужащий I am the military man, I do not know the exact purposes of my commandment Это академию Я резко